Воссоздать былую красоту порой сложнее, чем кажется. Реставраторы усадьбы Витова знают об этом не понаслышке. Уникальный памятник архитектуры 19 века достался им не в самом лучшем виде. Стена была очень в плохом состоянии. Были грибки, плесень, старинные здания. Без крыш 40 лет стояло. Соответственно, ожидать каких-то чудес не приходилось. Лепнина висела, если честно, я не знаю, как она здесь дожила до наших времен. Для меня это чудо. Как и чудо то, что нашелся человек, который взялся за восстановление такого прекрасного памятника архитектуры. Причем в таком стиле, которого у нас немного, таких вот памятников архитектуры в Иванове. Да и вообще, в принципе, немного сохранилось таких усадеб. До начала реставрации ровно три года назад это здание представляло собой печальное зрелище. Крыша и окна отсутствовали, подвал был полностью завален мусором. Теперь у дома есть хозяйка, которая шаг за шагом, день за днем, делает все, чтобы восстановить памятник, который интересен не только с архитектурной, но и исторической точки зрения. Объект культурного наследия поставлен на государственную охрану в качестве регионального в 2014 году, как жилой дом Дурденевского. Дурденевский был торговцем, красителями и бумажной пряжей. Впоследствии эта усадьба принадлежала семье фабриканта Витова, а после революции переходила из рук руки, пока не оказалась заброшенной. Несмотря на то, что дом – это самый яркий пример классицизма в Иванове. Здесь, как говорят специалисты, чисто выдержан стиль, начиная от симметричности здания, заканчивая характерными элементами украшения, такими как факелы, гирлянды, маски. Я прихожу в это помещение, я чувствую, я не знаю чем, душа чувствует, что это здание – это старинное здание. Здесь дух того времени присутствует. Мне хотелось бы, чтобы и на фасаде так же было, что человек, когда просто проходит мимо, у его глаз зацепился, а он сразу как-то перенесся в то время, почувствовал историю, почувствовал стиль вот этот, почувствовал искусство, что люди в то время тоже были заинтересованы красотой. Кстати, одна из стен здания, где лепнина сохранилась лучше всего, останется практически без вмешательства реставраторов. Зато декор центрального фасада пришлось воссоздавать практически с нуля. Уцелевшая лепнина, как выяснилось, представляла собой пыль, покрытую несколькими слоями краски, за счет которой и держалась. Я сделал все модели с помощью силиконовых форм. Все это было восстановлено, отлито заново из современных прочных материалов, специального гипса скульптурного. Так что еще, я думаю, простоит лет 200. Раньше дом Витова находился в окружении хозяйственных построек, теперь это аварийные здания. Духэтажку по соседству давно расселили, но пока не снесли. Этот дом горел уже раз в восемь, милиция отсюда не вылезает, здесь уже прямо помойка бомжатник и так далее. Жители ругались очень много, обращаются и ко мне, и ходили к депутатам, и депутаты им обещали, но вот он и не там. Зима не за горами, значит бомжи здесь будут жить однозначно всю зиму, поэтому хотелось бы, чтобы в октябре этого дома просто здесь не было, чтобы зима здесь прошла все-таки без пожаров, убийств, наркоманов. Для памятника архитектуры не самое приятное соседство, но в городской администрации нас обнадежили, скоро состоятся торги. Если все пройдет успешно, к концу года от аварийного дома не останется и следа.